Здравствуйте! В эфире Одинцовского телевидения специальное интервью. И сегодня гость нашей программы, президент Союза Одинцовская торгово-промышленная палата Виктор Иванович Тарусин. Виктор Иванович, здравствуйте! Здравствуйте, Петр. Пригласили мы Виктора Ивановича сегодня не случайно. Буквально день назад в Одинцовском волейбольном центре прошло награждение предпринимателей Одинцовского городского округа. Мероприятие большое, приуроченное к Дню предпринимателя российского. И сегодня именно о развитии предпринимательства в нашем Одинцовском городском округе мы с Виктором Ивановичем и поговорим. Виктор Иванович, ну вы всегда приносите нам хорошие новости в этот павильон. Мы уже привыкли к тому, что вы на позитиве. И что можно сказать о последних веяниях в развитии предпринимательства Одинцовского и вообще в каких-то бизнес-тенденциях? К чему мы идем, какие достижения в последнем времени можно озвучить, какие проблемы есть сейчас у бизнес-сообщества? Спасибо за приглашение. Действительно, вчера мы провели заключительное мероприятие в рамках празднования Дня предпринимателей Российской Федерации. Хочу отметить, что этот праздник родился именно на подмосковной земле и в 2004 году по инициативе ТПП Московской области начался он как региональный праздник и спустя несколько лет был переведен на федеральный уровень. Действительно, такой праздник должен быть, поскольку предприниматели, малые и средние предприятия, которые возглавляют наши наиболее активные граждане, составляют в определенном смысле базис экономики. И наряду с монополистами в различных крупных энергетических отраслях наполняют бюджет страны, области и нашего района. Я говорил и на вчерашнем мероприятии, что в нынешних условиях быть предпринимателем надо быть мужественным человеком. Потому что, к сожалению, при всех усилиях правительства Московской области, федерального правительства Российской Федерации, который предпринимает все новые и новые шаги по поддержанию и по поддержке малого и среднего предпринимательства, зачастую проблемы накапливаются быстрее, чем они решаются. И бизнесменам трудно справляться с растущим валом новых законодательных и подзаконных актов. Возникают коллизии и с надзорными органами, и с соблюдением все новых и новых правил технического контроля. При этом мы понимаем, что анархия не способствует развитию промышленности и предпринимательства. Но какая-то золотая середина должна быть. И излишняя зарегулированность, она тоже не засложна. Безусловно. С одной стороны, мы говорим о том, что существуют моратории на проверки малого и среднего бизнеса. С другой стороны, все мыслимые и немыслимые фискальные ограничения существенно сказываются на эффективности работы малых и средних предприятий. И за дня в день мы, как торгово-промышленная палата, получаем многочисленные заявления. Я не хочу сказать, что это жалобы. Это просто констатация факта. Мы в торгово-промышленной палате сами являемся бизнесменами. Я непосредственно сам на себе ощущаю ужесточение финансового контроля. Что само по себе также, наверное, правильное направление. Другое дело, что возникают перекосы, и наши мероприятия, связанные с ужесточением контроля, идут впереди тех мер, которые оказывают поддержку реальному сектору малого и среднего предпринимательства. То есть, можно так сказать, праздник со слезами на глазах где-то, да? То есть, и праздник вроде, и тем не менее, ворох проблем существует. Конечно. Но это жизнь. И я не исключаю, что в скорости у нас появится еще один праздник – День защитника малого и среднего предпринимательства, как День защитника Отечества. Но это шутка. Я надеюсь, что с помощью ежедневного обмена информацией с нашей администрацией, с правительством Московской области, мы так или иначе найдем ту самую золотую середину. И будем способствовать развитию предпринимательства на территории Одинцовского городского округа. Вчера вы видели на мероприятии в волейбольном центре, что поддержка со стороны администрации серьезная. Присутствовала на мероприятии, помимо главы Одинцовского городского округа, также и заместитель министра инноваций и инвестиций областного правительства, госпожа Карисалова, Надежда Афиногенна. И то, с какими цифрами она вышла на трибуну и перечислила те меры реальной поддержки, которые уже получены бизнесменами в Московской области, говорит о том, что не надо останавливаться при, возможно, первой неудаче получения субсидий, поддержки, грантов. Это все решаемые задачи. Конечно, многое зависит от взаимодействия с налоговыми органами, получения этих справок, которые зачастую из-за 50-рублевых пений по каким-то просроченным налогам практически рушат возможность получения этой самой субсидии Московского областного правительства. Но это все решаемо, и решаемо именно в тех условиях, когда мы упреждаем возникновение подобных ситуаций, а мы, как торгово-промышленная палата, можем это делать вместе и в интересах наших бизнесменов, членов торгово-промышленной палаты. Ну, я знаю, что если уж и учреждать праздник защитника предпринимателя, то я думаю, что первым, кому это посвящен будет, этот праздник, это будет, конечно, система торгово-промышленных палат. Вот. Несколько слов о том, чем живет сейчас Одинцовская торгово-промышленная палата. Понятно, что вы бьетесь за права предпринимателей, выходите с законодательными инициативами, облегчающими то или иное бремя, лежащее на бизнесе. Что касается принятия новых членов структуры торгово-промышленной палаты, несколько слов об этом, о ее привлекательности для бизнеса в конечном итоге. Торгово-промышленная палата Одинцовского района сейчас поставила во главе нашей повестки дня вопрос брендирования. То есть мы хотим придать бренду торгово-промышленная палата новое звучание, наполнить его новым смыслом и показать реальную активную позицию членов торгово-промышленной палаты, руководства торгово-промышленной палаты именно в деле защиты интересов предпринимателей. Для этого мы в марте, как вы знаете, 20 марта этого года мы провели первый пробный форум ТПП-2019 в парке «Патриот». Получилось неплохо, будем делать его регулярным. Это площадка, где бизнесмены могут общаться и между собой, и с представителями власти, с представителями надзорных органов, обмениваться контактами, обмениваться возможностью делать бизнес даже внутри нашего района. С другой стороны, мы, конечно, таким образом стараемся увеличить членскую базу. У нас вопрос информирования стоит очень остро. Многие бизнесмены, начиная свой бизнес, исходят из позиции опоры на собственные силы. Зачастую это неправильно, потому что в одиночку некоторые вопросы вообще не решаются. Поэтому мы приглашаем предпринимателей приходить в палату, более активно участвовать в нашей повседневной деятельности и задавать больше вопросов. Пользоваться современными информационными ресурсами, которыми в первую очередь, конечно же, являются наши интернет-сайт, инстаграм, торгово-промышленные палаты. Торгово-промышленные палаты не только Одинцовского района, но и Московской области, и Российской Федерации. Потому что система торгово-промышленных палат Российской Федерации – единственная законодательно утвержденная и подкрепленная законом Российской Федерации система. Система, позволяющая решать вопросы не только на локальном, муниципальном уровне, но и на уровне федеральных органов власти. Сейчас, в частности, Торгово-промышленная палата Московской области и наша Одинцовская торгово-промышленная палата активно участвуют в подготовке документов для нашего законодательного органа Государственной Думы по внесению изменений в закон о объектах нестационарной торговли. Это очень болезненный вопрос, требующий серьезной проработки. И в рамках Торгово-промышленной палаты создана рабочая группа, которая аккумулирует все пожелания чаяния наших бизнесменов с тем, чтобы донести эту позицию до наших законодателей в Государственной Думе. Вчера на мероприятии присутствовала Оксана Викторовна Пушкина, которая теперь у нас в Государственной Думе также вошла в комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Поэтому, используя и этот ресурс, наша Одинцовская торгово-промышленная палата будет и далее отстаивать интересы предпринимателей, что называется, с земли. Виктор Иванович, каков портрет сегодняшнего Одинцовского предпринимателя, среднего? Потому что я слышал такую мысль о том, что те, кто входил в бизнес в 90-е, они уже выгорели. Они уже ресурс свой выработали и они уже устали. Сейчас очевидно, может быть, какое-то обновление идет. Ваши ощущения, кто сегодня идет в наш бизнес, в бизнес Одинцовского городского округа, кто является его основой, костяком? Портрет хотя бы такой усредненный. И обращение, может быть, к людям, похожим на этот портрет. Ну, я бы так сказал, что все те, кто пришли в бизнес в 90-е, они в бизнесе во многом и остались. И одним из столпов Одинцовского бизнеса, я не открою тайны, придите на Одинцовское подворье и увидите, что бизнес, который был создан в 90-е годы, продолжает развиваться, меняет облик в соответствии с требованиями времени. И я вижу и социальную ответственность предпринимателей, которые ведут этот бизнес, и вижу перспективы развития, связанные в том числе и с федеральными программами по созданию транспортно-пересадочного узла, который позволит кратно увеличить пассажиропоток и свяжет Одинцову не только с Москвой, но и с Шереметьево. В этом смысле я говорю о Одинцовском подворье как об одном из якорных элементов Одинцовского бизнеса. С другой стороны, такие же крупные предприятия, как Дорхан, Веломоторс, Красная линия – это все бизнесы, которые были созданы на рубеже… Родовой герб, конечно. Это те предприятия, которые были созданы на рубеже 90-х, нулевых. Они составляют основу нашего малого-среднего предпринимательства, но при этом появляются и новые. Новые предприятия, которые работают в реальном секторе. Это и Энергосервис, это и Монолит – компании, которые производят небольшие элементы, но крупных структур, которые востребованы нашими застройщиками, нашими производителями тех же велосипедов. И здесь, на нашей территории, мы видим, что обновление имеет место. Создаются новые рабочие места. Большое внимание уделяется, стало уделяться, подготовке кадров. Здесь я не могу не отметить технический центр «Волин». Это действительно, можно сказать, флагманское предприятие по подготовке высококлассных технических кадров. Недавно мы провели на базе техцентра «Волин» круглый стол, посвященный профессионально-техническому образованию. На мероприятии присутствовали и представители Можайского техникума, и истринские соседи наши. И видно, что люди горят, люди хотят создавать рабочие места для подготовленных высококлассных специалистов среднего звена. Мы не говорим о экономистах, финансистах, юристах. Мы говорим о слесарях. Работяги. То, что принято называть с уважением. Это другой уровень. Это люди, которые разбираются в высокотехнологичных сферах, которые знают, что под капотом наших машин, при этом независимо от марки. И люди, которые отдаются этому делу с душой, и которые не на один день пришли на предприятие, а хотят работать и посвятить свою жизнь этому интересному делу. Виктор Иванович, хотелось, чтобы сегодня обязательно прозвучала такая тема, как стартапы. Я думаю, что во многом развитие экономики зависит от того, насколько легко человеку любого возраста, будь то молодому, энергичному, будь то пожилому, уставшему работать, что называется, на дядю, взять и открыть свое дело. Что касается ситуации со стартапами, здесь тенденции какие-то есть положительные. Я думаю, что действительно в этом залог процветания экономики любой. Что касается стартапов, за последние 2-3 года Российская Федерация в рейтинге по простоте начала бизнеса, международному рейтинге, поднялась на 37 место, насколько я помню, с 54-го. Поэтому мы говорим о том, что да, преодолеваются барьеры, создаются более благоприятные условия, появляется возможность получения более легких и более дешевых денег для начала бизнеса. Но при этом все связанные с началом своего дела трудности, и статистика это подтверждает, молодежь все-таки сейчас больше направляют на государственную службу. Начать собственное дело – это весьма такое сложное предприятие, на которое решаются немногие. И если в 90-е это было повально, сейчас мы говорим, что это штучный товар. Зачем создавать свой бизнес, если можно пойти в контролирующую структуру и проверять того, кто создал свой бизнес? Очевидно такая все-таки схема, логика. К сожалению, сейчас логика склоняется больше в эту сторону. Ну, то есть, здесь определенные тенденции положительные есть, но все-таки ситуацию надо разворачивать, да? Ситуацию надо разворачивать. И еще раз подчеркну, во многом вопрос стоит в информированности. И чем больше мы будем доносить до наших потенциальных предпринимателей те самые возможности, которые создает власть для начала собственного дела, тем больше будет успешных стартапов. Ну что ж, Виктор Иванович, спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на ряд непростых вопросов. Я понимаю, что дело ваше очень важное, сложное, но, я думаю, очень благодарное. И я бы хотел, наверное, пользуясь случаем, призвать людей, которые либо уже являются предпринимателями, либо собираются что-то предпринять в деле образования своего дела, все-таки не полениться и связаться с торгово-промышленной палатой, пообщаться с профессионалами, с людьми, которые, наверное, лучше всех в Одинцовском городском округе разбираются в том, что такое бизнес и как его нужно делать. Еще раз огромное спасибо, Виктор Иванович. Спасибо, Петр. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью на Одинцовском телевидении. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok